Всем привет, любители бизнеса и интересных историй. Сегодня мы поговорим об очень важной и интересной теме, как описывать бизнес-процессы. Запомните одно очень важное правило. Каждый процесс вашей организации должен быть описан. Описан — это значит, вот он на листке бумаги, он должен быть написан в Word, на блокноте обычном, лучше на компьютере, конечно. Сначала описывайте самые важные процессы, потом менее важные, потом самые незначительные. Но чем больше процессов будет описано, тем лучше. И дальше мы узнаем, почему. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в разных Макдоналдсах гамбургер, например, имеет одинаковый вкус? Или картошка более-менее имеет одинаковую соленость? Или почему официанты, например, в Макдоналдсе говорят «свободная касса», вместо того, чтобы сказать «касса свободна». Или, например, в «пятерочке», когда мы покупаем продукты и на кассе пробиваем товар, нам говорят «товар по акции не желаете?» Во всех «пятерочках» говорят одинаково. «Товар по акции не желаете?» Хотя бы они могли сказать «не нужно ли вам что-либо еще?» «Не хотите вы докупить это?» Но они всегда говорят одинаково «товар по акции не желаете». Дело в том, что вот эти все слова, фразы, которые говорят они, цвет формы официантов и так далее, они являются результатом экспериментов многолетних и огромного количества экспериментов, то есть в разных местах, с совершенно разными людьми. И то, что мы видим воочию, то, с чем мы сталкиваемся каждый день, и есть успешный результат этого эксперимента, который теперь стал уже устоявшимся и описанным бизнес-процессом. А сколько интересного мы не видим, не видим воочию, что происходит за прилавком? Я даже скажу, что самое интересное мы как раз и не видим. Например, такой простой там пофантазируем. Откроем рядом с Макдоналдсом, рядом какую-то свою кафешку быстрого питания. Например, назовем ее «Макгусевс». Оденем официанта в такую же форму, как Макдоналдс. Скажем тоже, чтобы официанты все говорили «свободная касса» вместо «кассы свободно». Скопируем меню, даже купим гамбургер, разберем его на составляющие. И в меню пытаемся повторить, сделать такой же гамбургер. Получится ли у нас сделать такой же Макдоналдс или нет? А сразу, конечно же, не получится. Дело в том, что, во-первых, мы не видим вот эти процессы за прилавком. То есть, как вовремя машина привозит мясо, как правильно убирать вовремя, какие сертификаты нужны на продукцию. Огромное-огромное количество всяких процессов, которые мы не видим. И для того, чтобы их повторить, мы можем это сделать. Но на это, скорее всего, уйдет огромная куча времени, огромная куча сил, средств, денег, всего, чего только можно. И, скорее всего, мы просто закроемся до того, как все эти процессы вывезем. Поэтому сформировавшиеся бизнес-процессы уже описаны, уже проявившие свою успешность на деле, показавшие, что они работают, и являются тем золотым фондом организации, который она старается у себя накапливать. И вот этот золотой фонд, вот этих правил, вот этот свод регламентов и является франшизой, которую, собственно, потом такие вот рестораны, как Макдоналдс, Баскин-Робинс, Крошка-Картошка и не только продуктовые, вообще совершенно различные бизнесы, потом дальше продают. То есть в идеале делать так, продавать франшизы, когда вот как это сейчас часто в интернете инфо-цыгане делают, всякие бизнес-балаболы, еще сами не успели открыть бизнес, а уже направо и налево продают его франшизами. Понятно, люди ведутся только потому, что у них есть аудитория, которая их смотрит. На самом деле должны продаваться не вот эти обещания, а должны продаваться уже показавшие на деле свою успешность бизнес-процессы, которые уже описаны в папочках и не должна продаваться реклама этой франшизы. То есть если у вас, у франшизы имеются детально описанные бизнес-процессы, которые вы хотите купить, плюс, например, там в интернете или на радио, или даже по телевизору, это было бы вообще здорово, идет реклама этой марки. Например, там новый ресторан Макгусевс открылся. И когда вы покупаете такую франшизу, люди видят по телевизору это и покупают, тоже приходят к вам. Это, соответственно, два признака успешных франшиз, которые нужны, когда вы что-то покупаете, к ним присматриваться. Теперь, после того, как важность бизнес-процессов понятна, я расскажу, как, собственно говоря, их описывать. Вот, например, вы впервые в жизни открыли бизнес, у вас еще никаких бизнес-процессов нет, ничего не описано, вы только начинаете пробовать. И вот вы решили, например, продавать шляпы. Открыли интернет-магазин шляп, наняли колл-центр, чтобы попробовать первых клиентов оптовых или розничных, даже попытаться к вам туда приманить. И вы решили сделать так, чтобы колл-центр с утра до вечера звонил клиентам и что-то говорил, и клиенты у вас покупали. То есть вы должны первым делом что сделать? Вы должны предоставить колл-центру скрипт написанный. Скрипт – это пример слов, которые должны говорить ваши операторы, и разветвление. То есть, если клиент сказал это, нужно отвечать так, если клиент сказал это, нужно отвечать сяк, и так далее. Вот на скрипте очень легко показать, как эти бизнес-процессы описываются. Для чего это нужно? То есть, если мы, например, говорим «здравствуйте», вместо того, чтобы говорить «добрый день», и меряем. То есть, если у нас статистика того, что после «здравствуйте» люди покупают больше, и чаще говорят «да», чем говорят «добрый день», то вот этот кирпичик «здравствуйте» становится нашим успешным действием, которое нам нужно обязательно записать. Кто должен это делать? В бизнесе, который только-только появился, конечно, должны делать вы сами, особенно если у вас не так много денег, чтобы сразу нанять крутых специалистов. То есть, вы взяли, позвонили, прям взяли трубочку, набрали, одному клиенту, второму, третьему, пятому, сотни клиентов позвонили. Точно поняли, что «здравствуйте», это лучше, чем «добрый день», это нужно записывать все. И вот этот кирпичик «здравствуйте» теперь становится первым звеном вашего бизнес-процесса. То есть, вы теперь нашли успешные действия. После того, как вы сами его нашли, и записали в регламенте, как записывать, я дальше укажу это слово «здравствуйте», вы передаете его к колл-центру и говорите. Теперь каждое общение с клиентом мы начинаем со слова «здравствуйте». И никаких «добрый день», «доброго вечера», «добрейшего вечерочка», ничего такого быть не должно. Обязательно нужно начинать со слова «здравствуйте». Поздравляю, вот вы описали свой первый бизнес-процесс. После этого слова «здравствуйте» вы проверяете другие слова, так называемые «тестируете скрипты». У меня были случаи, когда мне удавалось в компаниях своих, которые я в колл-центр отправлял, увеличить в 8 раз эффективность. То есть, сначала было 7 положительных отзывов из 100, а потом было 56 положительных отзывов из 100. То есть, вот прям реально очень сильно все взлетело после того, как мы поменяли скрипт. Скрипт — это один из кусочков бизнес-процесса, он самый наглядный, поэтому я говорю о нем. Но вообще в колл-центр нужно передавать не только слова, не только скрипты. Нужно описывать, во сколько лучше звонить. То есть, вы начали, например, звонить в 9 или начали звонить в 10, разница будет очевидна, она статистически будет видна. Либо ее не будет, в таком случае неважно. Дальше вы можете отправлять письма в какое-то определенное время. Вы можете посадить на телефон девочку, а можете посадить на телефон мальчика и посмотреть, какие лучшие действия выполняются, как клиенты реагируют на то, что женский голос или мужской. И так далее. И после того, как вы описали, во сколько звонить, мальчик или девочка, что говорить и так далее, кому там лучше звонить, мужчинам или женщинам, по каким базам, телефон должен быть прямой или должен быть мобильный, вы все вот это в общем дело описываете в регламент. То есть, вы должны все свои успешные действия, которые вы уже протестировали, выявили какую-то статистику, записать. Как записывать? Записывать нужно следующим образом. Сначала вы пишете заголовок. Заголовок может быть таким. Регламент по эффективному обзвону клиентов колл-центром или нашими собственными операторами. Дальше пишем, зачем это нужно. Регламент позволяет экономить время, не делая неэффективные звонки и позволяет, правильно распределяя время своих операторов, позволяя, нанимая правильных операторов, добиваться конверсии холодных клиентов в теплых и горячих, в сделке с вероятностью 5%. То есть, зачем это сделали? Мы тоже описали. Любой человек, который взял этот регламент, сразу поймет, для чего он нужен. Следующее. Кто с этим регламентом должен ознакомиться? Пишите. Ознакомиться с регламентом должны менеджер отдела продаж, руководитель отдела продаж, операторы колл-центра. Все. То есть, люди знают, для кого этот регламент написан. Ну и дальше, собственно, тело вот этого регламента. Здесь вы должны как можно более подробно все описать. Дело в том, что регламент вы должны писать, учитывая, что читать его может человек не самый умный и вообще может быть даже вообще не имеющий отношения к этому делу. Поэтому прям вот как для тупого пишите. Пункт первый. Возьмите телефон, мобильный, нокия, вот он у нас в черном чехольчике. Пункт два. Включите, если он не включен, проверьте зарядку. Пункт три. Набирайте клиентов с такой-то базы. База находится там-то. Пароль от этой базы такой-то. То есть, по шагам пишите каждое-каждое действие. Понимаю, что вы даже можете показать своей маме или папе или другу, который вообще не разбирается в вашем бизнесе этот листочек, и сказать, вот попробуй, получится у тебя клиенту позвонить и добиться результата в 5%. Если у него получится, если он без ваших подсказок сможет по этому регламенту пройти, значит, регламент написан правильно, его все можно утверждать печатью и подшивать, складывать соответствующую папочку на рабочем столе или вот физическую папочку у вас на полке. В правильно настроенном бизнесе, в офисе у вас будут на полке стоять папочки. Тут соседи стучат уже, надоело им слушать про регламенты. Будут стоять папочки. Папочка менеджера по продажам, менеджер по закупкам, уборщик, руководитель, очень много папочек. К каждой папочке будет по сферам расписан регламент. Если регламент в разных сферах подходит, то есть во сколько приходить в офис, в 9 часов, он должен и сюда подшиваться, и сюда. То есть это так называемые должностные обязанности. Может быть папка общая, которая подходит для всех сотрудников. То есть в какой день платится аланс, во сколько приходить на работу, в какой одежде приходить на работу, если опять же все сотрудники у вас в одной одежде должны приходить. Все это должно быть описано. Это позволяет избежать споров, каких-то непониманий в организации. И все процессы бизнес упорядочить таким образом. Еще вот зачем это нужно. То есть приходит к вам, например, крутейший продажник. Вам повезло, вы наняли человека, который отлично вам может построить продажи. И вот он целый год звонит и добивается охренительных просто результатов. У него там деньги валят, клиенты валят, все рады. И в какой-то момент он просто уходит из организации. Сказал, мне сделали лучшее предложение, вы ни хрена не платите нормально. Я, пожалуй, от вас уйду. И вот он ушел, и вы посадили нового менеджера. Или вот у него там сосед сидел, ему передали труппу, сказали, вот теперь ты будешь самым главным здесь. А у него не получается. Почему у него не получается? Потому что он не в курсе, как тот человек говорил. Он не в курсе, какие он слова говорил, в какое время он звонил. Потому что действия за этим человеком мы не записывали. Как нужно было действовать? Нужно было, как только какой-то менеджер показывает результаты выдающиеся, лучше других, описывать каждое действие этого менеджера, во сколько он звонит, что говорит, так далее, скрипты, послушать, записать и сделать регламентом. После этого регламент может быть передан другим менеджерам. И все эти менеджеры смогут такой результат близко повторить. Возможно, не 100%, потому что харизма, все-таки какая-то импровизация у каждого продажника своя. Но в целом, на самом деле, близко к этому результату. Здесь не будет такого, что один делает 100%, а другой делает 30%. Все будут делать близко к этому результату. Может, кто-то даже лучшим. Потому что все будет описано, и процессы не будут являться уже каким-то секретом. Этот человек уже не будет обладать чем-то, чего не будет у других. Мы это все дело распишем, оплатим, конечно, человеку полностью. И это становится достоянием организации. Важный момент. После того, как вы записали, обязательно нужно соблюдать эти регламенты. Регламенты должны стать неукоснительными правилами, если хотите, какими-то заповедями, которые в вашей организации должны свято соблюдаться. То есть, есть заповедь, есть регламент. Будьте любезны исполнять. За этим обязательно следить надо. Слушайте, как говорят менеджеры. Смотрите, во сколько приходят люди. Неукоснительно соблюдайте, и все у вас будет хорошо. Можно ли менять регламент? Очень популярный вопрос на самом деле. Да, можно менять регламент, но не должно это происходить таким образом. Не должно происходить. Приходит к вам новый человек, например, в компанию работает, и говорит, а, посмотрел, на вас все фигня, давай по новой. Я вот работал тут в организации, у меня были такие результаты, я, короче, весь регламент переписываю, теперь будет так. Нет. Он должен отработать по регламенту, предложить какие-то нововведения, провести достаточное тестирование на большом количестве народу. Если это тестирование проходит положительный какой-то уже результат, приводит к положительному результату, можно тогда в часть регламента или полностью регламент внести какие-то изменения. Тогда старый регламент у нас вычеркивается в архив, а новый, успешный, который уже показал свою эффективность на достаточное количество людей, распространяется по отделу продаж, и тогда он становится эффективным номером один. Но на самом деле в организации, где было достаточно много людей, и уже там не один год организация работает, вот так прийти и сходу сделать новый регламент, это достаточно сложно. Могу вам так сказать по опыту. Лучше опираться на то, что у вас уже есть, и не менять регламенты слишком часто. Ну и последнее, что хотел сказать, для того, чтобы описывать деятельность, описывать регламенты, вводить новые правила, не обязательно заниматься бизнесом. Вы можете быть топ-менеджером или рядовым сотрудником каким-то, даже самым низким сотрудником, если вы каждый день делаете какие-то процессы, очень желательно эти процессы описать. Ну, например, я вот личный кабинет оплачиваю, Google, Яндекс, там еще чего-либо. Там нужно в одном месте лежит пароль, в другом месте лежит пароль от другого личного кабинета. Для того, чтобы оплатить и выставить счет в Google мы оплачиваем, например, там через счет, а Яндекс мы оплачиваем через другой счет. Или там платим с карты, или еще как-то. То есть если все вот это будет описано, вы просто открываете и быстро эти действия проделываете. Потому что если у вас многозадачная какая-то история, запомнить все-все-все вы не сможете. Вы каждый раз должны будете, если у вас, конечно, не описан этот процесс, его проходить с нуля и каждый раз запинаться. То есть вы вот это помните, а это уже не помните. И для того, чтобы такого не было, если у вас процесс описан, вы его открыли, быстренько по нему пробежались, ваша личная работа, ваша личная эффективность с регламентами возрастает многократно. А для организации это защита, то, что если люди уйдут, если что-то там произойдет, вы всегда с этой папочкой сможете нанять новых людей, дать эту папку с регламентами человеку, он быстро войдет в должность, быстро поймет, что ему нужно делать, и будут эти правила неукоснительно соблюдать. Все будет хорошо. На самом деле регламент и правила – это очень большая такая емкая тема. Сегодня я рассказал такую основную ее часть. Если непонятно, пишите в комментариях, задавайте вопросы, обязательно отвечу. Если понравилось, ставьте лайк, обязательно нажимайте колокольчик, потому что сейчас YouTube ввел новую фишку, видно, сколько людей нажимает колокольчик, и у меня довольно немного нажимает, порядка 15%. Хочу, чтобы больше людей получало уведомления о моих видео, и, соответственно, видео лучше продвигались, привлекали новых-новых пользователей. Для того, чтобы большее количество людей делало свой бизнес более правильно, более эффективно. Для меня это важно. На этом у меня все. Удачи, пока. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok